Всем привет! Сегодня у нас будет необычный собес. Кто-то может назвать его сложным, кто-то душным. Я называю его самым полезным. Дело в том, что в этом собеседовании собрана вся теория по машинному обучению, и не только, которая вам может встретиться на любых собеседованиях. На самом деле, пока я проходил это собеседование, у меня не покидало чувство, как будто бы я сижу где-то на госэкзаменах и сдаю их не самому лучшему преподу. Мне пришлось вспомнить абсолютно всю теорию, которую я знаю. Хотя кого я обманываю, на самом деле, я опять скипал все вопросы, на которые мне было лень отвечать. Для тех, кто все еще боится проходить собеседование, я оставил моменты, где я туплю и отвечаю неправильно. Я хочу, чтобы вы поняли, что ответить неправильно или не знать чего-то, это не страшно. Каждый человек обладает своим уникальным набором знаний и навыков, которые получаются из его предыдущего опыта. Поскольку этот опыт у всех разный, то и навыки, и знания тоже у всех разные. Вам не должно быть стыдно, что вы не знаете, как прочитать какую-нибудь производную или типа того. Отдельный привет хочу передать комментаторам в ОДС, которые сказали, что я не найду работу, и меня никуда не возьмут после моих видео. Даже не знаю, что им ответить. Ребят, на самом деле моя работа — это записывать видео для вас. Поэтому, если мои ролики кажутся вам полезными, то подписывайтесь и ставьте лайки. Мне очень приятно. Короче, ладно, не буду растягивать вступление. Переходим к собеседованию. Давайте я подшарю экранчик, и мы пробежимся по списку вопросов про e-mail. Конечно, про e-mail. Сейчас вы увидите, какой там e-mail вопрос. Вот, просто чтобы понять, какой у вас кругозор. Хорошо, давайте тогда подшаривать листочек. Видно? Да. Давайте начнем с первого вопроса. Начнем с мутана. Вот, у вас есть дана вот такая функция, да, видно. Вот, необходимо вычислить ее в градиент. Возможно, вы услышали, как я непроизвольно начал смеяться в конце, но это был истерический смех. Мне за это очень стыдно, но, камон, ребят, какой нахер градиент, вы че? Ну, давайте начнем с того, что такое градиент. Блин, вот было бы неловко, если бы я не знал ответ на этот вопрос. Это производная в многомерном пространстве. Конечно, я ответил неправильно. Да, там есть понятие производная, ну, а как формулируется определение градиента в терминах производных? На самом деле, единственный правильный ответ, что это вектор из частных производных. Ну, вы можете вычислить градиент? Нет, смогу. Блин, как же стыдно не знать такие элементарные вещи. На самом деле, нет, не стыдно. Хорошо, ладно, тогда давайте вопрос 1b. Вычислить интеграл. Тоже не буду вычислить. Ну, не смогу вычислить. А функцию Lagrange 1c? Huyanja. Тоже не напишу. Определитель посчитать? Ну, конкретно вот у этой матрицы я вроде помню, как считать, 3 на 3. Если помните, то почему бы не посчитать? Ну, я не помню, как она точно считается. Бля, вы бы еще спросили, как собственное значение матрицы посчитать? Собственное значение, я так понимаю, тоже. Тоже, да. Ладно, с матаномом все понятно. Может быть, по терверу что-то отвечу? Хорошо, по терверу. Можете дать определение мат ожидания? Давайте считать, что у нас есть некая случайная величина, и она не приоритет. Не, не помню, как определение. Ладно, чтобы вы не думали, что я совсем тупой, конечно, я знаю, что это такое. Просто в голове тогда у меня были вьетнамские флешбеки с функциями Lagrange и несобственными интегралами. А дискретные, если дискретные, то случайная величина? Ну, вероятность на значение и сложить. А там интеграл, то же самое. Вероятность на значение. Ну, в случае интеграла там плотность будет? Ну, давайте определимся, какие что за значение, что за вероятность. То есть есть некая случайная величина, вот она там дискретная, принимает значение, там, X1, X2, X3 и так далее, там, Xn. И, там, не знаю, вероятность ее даны, P1, P2. Так, и что надо сделать? Надо P1 умножить на значение в P1 и сложить. С чем? Между собой P1, умноженные на значение P2. Сложить по всем I. Окей, хорошо, понял. И только после этого он, наконец-то, засчитал мой ответ, лол. Тогда давайте про дисперсию. Что такое дисперсия от случайной величины, дискретной тоже? Ну, мат ожидания, разница квадрата. Квадрата между чем и чем? Разница между чем и чем? Между мат ожиданием и значением. Ковариация не помню, корреляция тоже не помню. Да, наверное, если бы я напряг мозг, я бы вспомнил эти формулы. Но зачем идти работать туда, где спрашивают такое? Это просто безумие. Ладно, на самом деле, конкретно эти вопросы желательно было бы знать. Ну, хорошо, вот, например, условная вероятность. Можете взять определение условной вероятности? Определение не смогу, формулу смогу написать. Ну, формулу проговорить как формула. Б от совместной вероятности делить на вероятность условия. Давайте в терминах событий. Вот есть события А, события Б. То есть вероятность их пересечения и разделить на вероятность Б. Так, и это будет условная вероятность события А при условии Б? Да, А при условии Б. Хорошо. Ладно, тогда можете, вот, используя определение условной вероятности, сформулировать определение независимости. Когда Б от А при условии Б равно Б от А. Ну да, да. Б от А при условии Б равно Б от А, можно так сказать. Какое же я умный. Давайте немножко урокодинг. Смотрите, у вас есть вход, где написано арифметическое выражение. Ну, в виде, допустим, строчки или, может быть, список символов. Необходимо вывести позиции соответствующих пар скобок в этом выражении. Вот. Считаем, что скобки расставлены верно, и порядок выдачи этих пар не важен. Если что, то это задача, которую вполне могли дать на алгоритмической секции Яндекс. И выделить на нее от 30 минут до часа. Но, видимо, ребята из ВТБ такие задачки решают просто для разминки перед секцией по машинному обучению. Хорошо, что эта задача стандартная, и я помнил ее решение. Ну, я бы сделал стэк и клал бы туда, как бы, скобку открывающуюся. И когда закрывающаяся скобка, то я бы, как бы, добавлял в список два индекса. То есть индекс той скобки, которую мы положили, и та, которая ее закрыла. Ну, стандартный алгоритм, в принципе. После этого мы еще пять минут выясняли, что же я имел в виду. Давайте вопрос 4b. Нужно написать код. Ну, опять-таки, просто проговорить, да, на Pandas или на SQL, который позволит вот такую табличку с двумя полями парам1, парам2 сгруппировать по парам1 и вывести сумму по парам2. Ну, в общем, превратить одну табличку во вторую. Давайте там табличка называется t, допустим. Select парам1, сумм парам2, фромтэ, груббай парам1. Ну, да, да, хорошо. Ребят, мне кажется, что это тот же самый набор вопросов, которые они задают своим стажерам. Это такой бред, подумайте сами. Там есть вопросы про Ленао, про Матан, ответить на которые смогут только студенты, которые только вот-вот выпустились из ВУ. Человек, который проработал 2, 3, 4 года в организации, ответить на такие вопросы не в состоянии, потому что никогда в реальной жизни он не сталкивается с такой задачей. Ну, и, соответственно, я все забываю. И следом идет легчайшая задача на SQL, которую дают именно стажерам, потому что они плохо знают SQL, они с ним не работают. По-моему, пока что все сходится. Если бы я проходил это собеседование не на видео, то я бы просто отключился после просьбы посчитать функцию лограмма, потому что лично для меня в каком-то смысле это оскорбительно. Давайте тогда про машинное обучение поговорим по классическое. Есть такие две модели, так, 5А вопрос. Линейная логистическая регрессия. Собственно, расскажите, пожалуйста, какие задачи мы решаем с помощью этих моделей. Вот, для чего нужны эти две модели. Вот, как, соответственно, формулируются модели линейной логистической регрессии. Вот, и, ну, в общем, все про эти две модели. Тут я ему рассказал про W на X равно Y, про функцию потери МСЕ. По всей видимости, он хотел услышать ответ в мельчайших подробностях, о которых я, конечно, не знаю. Мы говорим как бы про линейную регрессию. Лос-функций-то много, но вот у линейной регрессии выбирается МСЕ. Почему именно МСЕ? Есть какие-то предположения, которые приводят именно к МСЕ? Я не знаю точно, какие там предположения. Ну, хорошо, давайте подумаем над этим вопросом. Пожалуй, я сэкономлю вам время и нервы, так что вот правильно это. В общем, формулируется модель следующим образом. Y равно WX плюс B плюс эпсилон. Эпсилон распределен нормально, и все эпсилоны, компоненты этого вектора, независимы. Вот, если вы так сформулируете в этой модели, тогда методом максимального правоподобия, ну, у вас как бы эпсилон распределен нормально, соответственно, с мат ожиданием 0 и дисперсией Сигма квадрат умножить на И, где И, это единичная матрица. Вот, поскольку у вас независимый эпсилон и Т, тогда у вас значения Y будут распределены нормально, а с математическим ожиданием W умножить на X и дисперсией Сигма квадрат на И. Собственно, вы дальше можете использовать метод максимального правоподобия, например, чтобы найти, вывести вот эту вот функцию, функцию потерь, которая мы... Надеюсь, вы ничего из этого не запомнили. Лучше поберечь время и нервы для более важных вещей в вашей жизни. Ладно, давайте тогда поговорим про логистическую регрессию, что это такое, как формулируется эта моделька, какая целевая переменная. Задачу решаем. Давайте обсудим. Задачу классификации решаем тем же самым способом, только наш ответ приводим еще к вероятности с помощью функции сигмоида. Ну, то есть сигмоиду берете от этого линейного преобразования индексом. Да. А можно не сигмоиду брать? Можно. Хорошо, ладно. Но в логистической регрессии, да, используется сигмоид. Какую функцию потерь используем для того, чтобы нам обучить модель? Ну, логлоус используем. Можете сказать, как эта функция выглядит, продиктовать? Я не помню. Единственное, что я хочу, чтобы это поскорее закончили. Давайте тогда 5B вопрос. А как влияет нормировка данных на качество работы решающего дерева? По идее никак не должна влиять. Да, правильный ответ, но почему? Когда вы просто привели данные к другому распределению, их порядок не изменился. И, соответственно, она просто подберет себе критерии под ваши новые данные. Ну, хорошо. Окей. Давайте 5C вопрос. А есть у вас Random Forest? Вот, и увеличение каких параметров может прийти, привести к его переобучению. Из этих трех только LearningCrate. Зачем они вообще включили LearningCrate в этот список? Чтобы я забыл, что его нет в решающем дереве и ошибся? А как используется LearningCrate в Random Forest и в каком месте он возникает? Я не уверен вообще, что там есть. Ну, вы же говорите, что он... Ну, вы же его сюда написали. Ну, я-то его написал, но вы говорите, что он приведет к увеличению... Ну, как и во всех алгоритмах, да, я предположил. Я просто не помню, где он там возникает. Правильный ответ, что LearningCrate вообще в Random Forest нет. Это вопрос с подвохом. Там просто не повлияет. И поэтому, раз его нет, он никак и не повлияет. Логично. Вот. Блядь, мужик, мне и так плохо еще и ты со своими подъебами. Может, хватит у Random Forest как строится? У вас есть такая штука, как ошибка модель. Ошибка модели можно разложить на две составляющие. Вот. Как они называются? Смещение, разброс. Ну, да, Bias Variants. На какую вот эту составляющую мы влияем, когда добавляем больше деревьев? Уменьшаем разброс, ну, увеличиваем смещение, получается. Ну, разброс мы уменьшаем, но смещение мы там не сильно увеличиваем. Во сколько раз... Вот у вас есть те деревья, да, и если у каждого дерева там какая-то Variance есть, назовем там Sigma², да, сколько раз уменьшится Variance, если у нас N-деревьев. Не знаю. Ну, вы просто в N-раз уменьшаете дисперсию. Ну, как бы у вас, когда убавляется N-деревьев, вот, вы усредняете их. Дисперсия среднего, да, она в N-раз просто меньше будет. Хорошо, давайте тогда о регуляризации поговорим. L1, или L2, или регуляризация. Что это такое вообще? Зачем это нужно делать? И какая регуляризация используется для отбора признаков? Не буду вставлять свой ответ, давайте лучше послушаем дальше. Давайте, значит, это функция весов. Да, верно. Ну, вот давайте L2 поточнее сформулируем. Что там за регуляризатор? Как эта функция выглядит? Ну, это норма в квадрате. Да, норма весов в квадрате, да. Соответственно, L1. L1 — это модуль. Модуль чего? Я не очень понимаю, что такое модуль весов. А я не очень понимаю, зачем так докапываться до каждого слова. Короче, это L1 норма. Ну, а она как формулируется, это L1 норма? Не уверен, как правильно ответить. Ну, функцию просто скажите, как вот вы, как эта функция записывается, если вам удобно, там... Если что, то это я так тяжело выдам. Думашки себе напишите. Она записывается как вертикальная палочка, W, вертикальная палочка. Прошу прощения за такой сарказм, у меня просто сгорела жопа. Если я уже сказал, что не знаю, то зачем меня допрашивать? Сумма модулей весов просто. Вот у нас эта регуляризация как бы есть. Ничего вы не забыли, вот на что этот регуляризатор может быть надо. Да, еще ведь надо умножить на коэффициент. Как я мог упустить такую важнейшую деталь? Давайте тогда вопрос 5e. Метод максимального правдоподобия. Можете суть метода объяснить? Ребят, чтобы не затягивать видео, я просто покажу вам, какие вопросы он задавал. Если кто-то хочет увидеть полное видео, напишите про это в комментариях, я вам его скину. Необходимо ли инициализировать нейронную сеть случайными весами? Правильный ответ да, необходимый, иначе алгоритм не будет обучаться. Вот, принцип работы дропаута. Главное не забыть, что дропаут мы используем только на трейне, а на тесте умножаем веса на частоту, с которой мы их зануляли. Что такое batch normalization? Что это за слой, зачем он нужен? Это слой, который приводит наши данные к нулевому мат ожиданию и единичной дисперсии. Это очень похоже на то, как мы скалируем данные перед тем, как запихнуть их в логистическую регрессию. Главное не забыть, что в конце там еще есть смещение и сдвиг, параметры, которые также обучаются. Задачку номер 4. Вы вдали в долг 10 и 20 рублей знакомым, которых зовут А1 и А2. А1, соответственно, не вернет деньги с вероятностью 0,01. А2 не вернет деньги с вероятностью 0,01. Вам нужно, во-первых, оценить ваши средние потери, мат ожидания потерянных денег. Но в двух случаях. В первом случае у вас переменные А1 и А2 независимы. Во втором случае у вас корреляция между А1 и А2 равна 30%. Ну, допустим, друзья сговорились, давай мы ее не вернем. Может в 30% случаев такое происходит. И, соответственно, надо понять, как изменится дисперсия потерь по сравнению с случаем А. Короче, в этот момент все, что мне хотелось, это выйти на улицу и потрогать траву. Поэтому я скипал все его попытки задать мне какие-то задачи. После этого он пытался загрузить меня теорвером, и мне пришлось послать его на следующий вопрос. Хорошо, давайте тогда пятый вопрос, он попроще. Я ответил, как отвечаю всегда. Давайте с теорией вероятности вообще не будем ее касаться. Да, наверное, последний вопрос. По метрике качества, вот 4А, что такое рок-кривая? Рок-кривая это просто кривая, которая строится по определенному правилу. Но, видимо, он надеялся на что-то большее. Есть слово кривая, да, рок-кривая. Клайя обычно задается неким уравнением. Значит, уравнение подразумевает, что есть некая зависимая перемета и независимая, да. Вот, у вас как бы рок-кривая строится на графике, да. График это просто 2 оси. Вот что по осям? По осям у нас false positive rate и true positive rate. Давайте тогда закончим. Наконец-то! Давайте уже закончим с этим ужасом. Ребят, пока я монтировал это видео, мне становилось плохо дважды, и я выходил на улицу подышать. А теперь представьте, каково мне было после этого собеседования. К сожалению, в ВТБ отказались присылать мне файл со всеми задачами. Но, как вы видели, на видео они и так показали весь этот файл. Поэтому, если вам интересно прорешать эти задачи, просто заскриньте их и решайте. Те из вас, кто прорешают все эти задачи, без сомнений, смогут пройти любое собеседование, на любую позицию, в любую компанию. Я вам обещаю, сложнее уже не будет. Это был самый сложный собесед в моей жизни, а проходил я их очень много. Поэтому, если тебе понравилось, как я страдаю, то поставь этому видео лайк и напиши об этом комментарий, чтобы я знал, что мои ролики кому-то полезны и продолжал его снимать дальше. Я пошел выпью валерьяночки, а с вами мы увидимся на следующем собесе. Пока!